привет всем привет доброе утро мы с кофе уже у нас уже прошла первая половина пары осталась вторая и сегодня просто нереально скучно хотят наш любимый учитель мне не скучно это базовые слова немецком да я прошла поручили начинаю читать что там как там вот я уже понимаю что нам будет нелегко у меня сейчас на рядах не нравится немецкий не знаю нет но у него совсем те же ты дешевый учить вообще нам нужно просто не знаю мне вообще не лезут эти слова в голову и только запомнила и ч это я типа и все ой вот видите у меня было с произношением совсем у меня было спать первой пары станет понятнее посмотрите на испанский мне лучше шел испанский я сразу запоминала что он звучит мне нравится бегу стать испании амином и густа лиман кстати сегодня мы выбираем университет в котором будем учиться в следующем семестре у нас есть для опции рига и что университет или вилдау то есть в берлине вас виталина сегодня будет наш выбор мы уже дома и мы хотели рассказать очень интересную штуку вот мы сидели на паре и нам наши иранцы рассказали что у них сегодня новый год в иране и представляете у них сегодня 1300 какой 1396 да в общем очень интересно мы их поздравили они очень были рады и вообще блин я честно говоря не знаю почему так почему у них такой год в этом не разбираюсь мы еще успели после университета забежать домой покушать и сейчас мы вышли и идем нам идти на курсе 15 минут это находится в центре очень надеемся что это не будет какая-то старая женщина которая сейчас будет нам рассказывать что мы должны выучить на следующий урок алфавит по порядку вот и стишок какой-нибудь немецкий мы хотим нормального преподавателя у нас кстати по испанскому был хороший преподаватель он вообще над такими вещами не заморачивался он просто с первого урока начал с вами говорить на испанском вот и на русском минимально говорил и мы знаете сначала вообще сидели думаем боже что мы здесь делаем мы ничего не понимаем а потом мы привыкли и все пошло как по маслу так смотрите это три немца мы уже занятия в общем-то мне лично было очень сложно я ничего не запомнила мне придется дома все учить по-новому это логично я тоже все забыл если заново посмотреть то я хотя бы пойму что здесь написано ну из того что мы учили а стас хоть что-то помнить стас чуть-чуть легче все-таки дается пока что все преподаватели немецкого очень очень похожи а у преподавателя в принципе хорошая современная человек я боялся больше знаете вот она с латвии я думаю сейчас придем и нам скажем так учим алфавит давайте давайте будем учить читать эти стили дни недели мы слава богу она современно не молодая вот и она нам сказала что это но это принципе все можно дома сделать до 10 выучить как считать дни недели на пальцах на пальцах читать то есть она нам давала наше нужное то есть грамматику как правильно сопрягать глагол если она или он говорит ну в общем да такое вот ну в общем будем учить самостоятельно много ну звучит оно очень сложно да очень тяжело очень читать я вообще не могу ничего прочитать я все на испанский манер перевожу да мне так хочется на испанском ответить это просто как а я пробежала 6 километров и мое лицо выглядит вот так а если вы бежите четыре с половиной то ваше лицо будет выглядеть вот так видите шесть четыре с половиной краснее смотрите как делают культурные европейские люди после того как они позанимались на коврике дима ты такой европеец а? ты такой европеец да фук мы так устали после зала просто вообще мы еле-еле дошли да очень устали очень много бегали вот и мы еще хотели объясниться тем кто на нас недавно подписался или кто нас только начал недавно смотреть почему мы должны были вообще выбирать специальность в университете ну что у нас такая программа мы первый семестр обязательно учимся в Барселоне второй семестр тоже обязательно учимся в Риге а вот третий семестр мы выбираем либо Рига либо Берлин и вся наша группа выбрала Берлин и мы в том числе а четвертый семестр мы вообще выбираем выбираем среди всех стран мира где мы хотим писать наш диплом ну то есть как мы выбираем? мы выбираем компанию где мы сможем работать и в той компании то есть на основании того опыта который мы получаем в компании мы должны написать диплом то есть скажем так поэтому да ну в общем где мы найдем компанию в какой стране там мы и будем писать диплом а зачитать его даже можно по скайпу да в общем у нас такая вот гибкая программа мы много чего можем здесь решать так сказать вообще знаете я заметил что здесь в Рижском техническом университете к нам относятся как-то по другому потому что мы учимся с другой группой, с параллельной, с параллельной, да, как их назвать, в общем, они тоже интернациональная группа, там большая половина индусов, и вот к нам как-то более почтительнее, так скажем, относятся, то есть, например, даже... Снисходитель. Их заставляют писать объяснительные записки, почему они пропускают пары. Да, то есть, если две пары пропустишь или больше, то тебе нужно писать объяснительную записку, и мы даже видели, как один раз, там, не видели, а знаем, наш знакомый с той группой, он написал такую записку, и преподаватель сказал, что ему нужно другую записать записку, более детальную, потому что то, что он написал, оно не является, там, достаточно... Бесомая причина, и пропустить университет. Да, то есть, вот такой, короче, бред такой, если честно, вот, но на самом деле наши одногруппники все с этого смеются, и, то есть, даже, например, кто-то, если опаздывает на минут 15, то есть, и преподаватель начинает, как там, кричать или делать замечания, а наши просто стоят и ржут. Да, просто смеются с этого, в общем, вот так. Кстати, по поводу посещаемости, я за нашего индуса переживаю, потому что я не помню, когда последний раз я его видел в университете, он уже очень много пропустил, а у нас, вроде как, по правилам, если пропускаешь три или больше лекций, то тебя могут не допустить к экзаменам, и, соответственно, тебе будет незачет. Да, я думаю, он как-то порешает. Ну, да. Он в Барселоне не ходил тоже, но в Барселоне никто ничего не говорили. В Барселоне по-другому, вообще, отношения все было. Да, совершенно по-другому. Там можно вообще было не ходить полгода, а потом прийти на экзамен. Если ты его сдашь и сдашь все работы вовремя, то у них будет больше не страшно. Да, там, конечно, полегче, здесь намного тяжелее. В общем, мы будем ловиться спать, набираться сил, потому что у нас в четверг будет рейс в Стокгольм. Да. Поэтому смотрите нас, будет очень интересно, мы уже очень хотим посмотреть на Швецию. Да? Всем пока! Завтра у Стаса день рождения. Завтра у Стаса день рождения. Точнее, сегодня. Как вы смотрите? Да, да. В общем, да. В этом будет веселый день. Всем пока! Спасибо! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok